добрый день сегодня я хочу осветить инсталляцию ubuntu в prox mox вот скажу честно первоначально я не думал писать это видео потому что принципе там ничего сложного вот но потом подумал что не все же мои зрители айтишники с двадцатилетным стажем как я и наверняка это видео найдет своего зрителя и так вот в предыдущем ролике я установил prox mox на воен варим workstation 16 сейчас я делал пущу и начну потихонечку туда ставить убунт там есть некие нюансы о которых имеет смысл наверное сказать и это будет интересно так загрузилась дело так доступна она по сотому адресу по порту 806 так мрут пароль но дальше она пишет что у меня нет лицензии про платной но нет у меня плакали так значит что мы тут и не значит мы имеем машину саму собственно говоря моду и два сторожа и один тоже шлокал 2 такой local значит на первом сторож первый сторож он как бы для хранения здесь имиджей разного рода включая докер и имиджи докер контейнеров а на втором собственно будет располагаться сама сущность виртуальной машины так для начала я и сошный имидж сюда скопирую вот ну и в общем собственно говоря сюда пошло дело копироваться процесс не быстро и поэтому паузу сделано видео так ну вот процесс закончился можно это окошко закрыть но вот здесь есть очень тонкий и важный момент надо обязательно дождаться пока вот эта штука не напишет о кей то есть этот процесс он как бы написал что закончился а на самом деле он не закончился я вот когда делал это дело за кадром сделал ошибку начал делать сразу виртуальную машину пока мне здесь процесс не завершился ну и очень получил неприятности на самом деле вот эта штука вот с этим процессом очень сильно мне напомнила лет пять назад я работал с гипервизорами huawei а там виртуализация осуществляется с помощью фьюжн huawei такой вот истории и вот там такая же вот фигня вот как я вижу здесь на прокс макси то есть пока у тебя критически важный сервис не закончился не надо никакие критически важные сервисы запускать обязательно дождаться этого дела но вот он закончился и теперь можем создавать машинку зовем ее в бунту 204 адвансов нет смысла делать там ничего интересного самом деле ну может быть если какая-то действительно серьезная специфика тогда можно делать обман в моем случае так вот собственно говоря здесь я выбрал имидж и сосны который я скачал ранее но здесь вот насчет операционных систем скажем так не богатым сравнению своим варе здесь а вот здесь единственно что диск 32 это больно дофига 15 будет недостаточно так значит один проц сделаю два ядра так вот ну 2 гига оперативки хватит так network маленьких вариантов на самом деле без вариантов видимо если что-то хочешь другое надо делать сеть firewall пусть будет включен то стать это for future use будем работать так ну и собственно говоря все значит можно еще раз проверить что наделали включать ее сразу не надо опять-таки по той же самой причине что пусть она начали создастся мы увидим что она окей вот create окей только потом ее запустим тоже такая вот история так значит сразу мы откроем консоли и мультяшная конечно консоль разрядована для самых маленьких мультик ну ладно выглядит мультяшная конечно не знаем уж на мой взгляд так как-то не седни солидно так ну ладно пошел грузиться у меня пошла загрузчику бунту текст ну откровенно говоря вот если сравнивать своим варьи секса который у меня вижу установлена я скажу что в инваре секса работает пошустрее однозначно пошустрее так диск в принципе можно конечно здесь дело прервать а пусть протекает так вот в любом случае я всегда могу приостановить видео чтоб не тратить эфирное время пока тут все это дело делается так и сделаю так ну вот что-то тут интереснее началось ну в общем да не шустро не шустро как сидел идет возможно надо было дать конечно под эту виртуал q4 гигабайта мне оперативки в принципе я мог это вполне спокойно себе позволить вот а потом когда она проинсталируется уже сделать два вот наверно было так правильно сделать чтобы может она пошустрее тогда работала вот но чё-то как-то я ради доте переписывать это делать и не буду 8 минут записалась не хочу я заново это переделывать будем с двумя работ так о ура появилось окошко так в языке я выберу это 6 русский чем не так вот значит установить убунта делаем давненько я и не устанавливал так язык русский потому что все больше как-то клонируешь машины уже с готовой инсталляции так вот чистого листа инсталляция редкий случай так работе так вот минимальная установка ну загружать обновление во время установки ну загрузи обновление установки не против так или диск да не другой вариант потому что если по умолчанию делать он как-нибудь по дурному диск разобьет там свопте какой немеренный сделает поэтому лучше сделать это руками и правильно так ну диск у нас вот этот новая таблица разделов мне нового таблица разделов она вот свободное место хорошо добавить начнем мы с лопа папа так первичные начала этого пространства значит тема на раздел подкачки вот ну и размер я сделаю 1 гигабайт потому что если он залетит слов у меня на 1 гигабайт он уже вряд ли из него выкарпается я думаю же и 500 метров слов он будет разруливать достаточно долго поэтому иметь слов больше чем гигабайт не вижу большого смысла только для каких-нибудь спецзадач такс такс окей ops и делал дальше свободное место добавить так будут так вот тоже за 1 гигабайт вот так ну и все остальное можно под корень выделить так корень apps два раза нажал мышкой поэтому отмена сработала еще раз придется x вот и место что файловой системы я хочу сделать xfs мне больше нравится интереснее так вот так вот вот ну все можно нажать установить сейчас продолжать так а таймзона москва так ваше имя пользователь хочет ну допустим вот так такими вашего компьютера пусть будет ubuntu и скажем а прокс мог так и не пользователем пароль о сильный пароль так 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 а теперь нету ну все но пошел процесс это процесс не быстрый тем более у меня она еще как-то медленно работает поэтому мы его будем периодически паузу нажимать настройка оборудования все ну вот собственно на этом вот так вот с паузой на видео очень быстро получился реально это минут 20 занялся так и перезагрузка пошла все хочет а вытащите ими вот оно что ну ладно давай вытащим то вот так вот они суда нам нажимать а у суда барада двойной клик вон конец так ночью нет у нас никакой вытащили так где наш этот терминал то консоль enter пошла загрузка пошла загрузка пошла загрузка и опять все как-то очень прям кота за одно место грузится ну ладно мне собственно здесь особо-то сейчас угрыжался сейчас я настрою чтоб можно было с ней удаленно работать и еще и не надо будет вот с этой вот консолью вообще дело иметь ну собственно говоря цель такая значит настроить эту бунт чтобы можно было удаленно с ней работать то есть у бунт крутится на прокс макси я с ней работаю удаленно там через ремонт диск топ либо через пути по ссх но такая цель так загрузился на зайдем пользоваться так нашел я пользователям да ну точно как-то за сами знаете что так да не уж то о наконец подключите учебный запись пропустить не надо помогите доктор помоги себе сам так 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 все готово к работе да неужели не прошло и полгода так значит есть ли у тебя консоль консоль то у него есть да ну че плохо нажалось что ну наконец так терминал не вот этот мультяшные консоли вот здесь вот в самой этом на веб странице это конечно что то какая то консоль тормозная и вообще все попа я теперь еще и не могу размер шифта у терминала поменять потому что она не влезает оказывается размер экрана зашумись ну ладно в принципе я улазе качеством пишу поэтому в общем должно быть видно так так выйдем к отсюда наверное еще устанавливать ладно сделаем вначале пас водород вот нет это я что-то самонадеянно уже у меня она сбила с толку нет судо конечно пас водород написать я что-то самонадеянно так них и так ну вот пароль сделаем видео начать свой пароль и сделаем пароль для рута вот вот потому что я хочу стать здесь рутом что-то без дураков так вообще попробую зайти рутом сюда сразу завершить сеанс завершить сеанс так другой пользователь пользователь рут пароль фиг вам называется так значит она отсюда не пускает рута ну мне в принципе отсюда рута и не надо так просто я на всякий случай проверил вдруг получилось ну ладно бог с тобой и так сейчас сделаем нормально ну давай вот так давай обратно в консоль добавим сюда да так с и так хочу я посмотреть какой не айпишник получился так и в конфиг а и в конфиг вместо и в конфиг вышел фиг конфиг надо установить нет tools ну ладно давай установим так без лишних вопросов так ну судя по тому что она устанавливает а устанавливает она естественно это дело из интернета берет значит интернет как бы здесь работает айпишник нормально все там сетка работает по крайней мере изнутри так айпишник какой-то 26 получился ну в общем айпишник получился по крайней мере из правильной сети мм тури поменяем все это дело изменить значит dhcp не нужно делаем вручную так соответственно здесь делаем добавить 268 1 я хороший придумал айпишник красивый 44 так так маска 24 ну соответственно маска 24 это у нас 255 255 255 255 0 так вот так шлюз 1 dns 1 ну это собственно говоря мой вайфай роутер здесь так дальше поехать не требует здесь надо пониже здесь так вот вернуться и место автоматически сделать отключено не буду я с айпиши здесь возиться нет смысла его иметь ну в данном случае а так то вообще айпи 6 клевая штука так такое пусть остается под отключить включить ну все айпишник поменялся выйти рассмотрим и в конфиг ну вот остался 44 айпишник все хорошо так а теперь я хочу попробовать зайти сюда по ссх снаружи то есть из под своей windows машине на которую установлено в эмваре воркстейшн а под воркстейшн установлен проксмокс а под проксмоксом установлено вбунта в общем матрешка та еще так так а че то вот он нет не хочет не хочет по СССР сюда идти ну ка пинг то у него просто сработает то да то есть машинка то хоть еще пингуется 44 о пинг идет а ну машинка пингуется значит скорее всего так ну посмотрим туда телонетом я не думаю что это Firewall если честно я думаю скорее всего что там просто нету ссх сервера и проверим мы это легко напишем сервис sshdi статус ну как я и думал ssh нифига нету установим че нам долго что ли так аптин стол так мы опан ссх допустим клиент мы хотят скорее всего клиент есть много в лишнем не будет чтоб не думать об этом а по нас с х сервер так вот ну и без лишних вопросов так так хопс так ну ладно теперь должен ссх работать я думаю что по ссх я должен спокойно даже посмотрим сейчас ладно спокойно должен зайти так сделаем шрифтик побольше чтобы было видно на видео хорошо да и я люблю в шрифтах от меня есть честно такс напишем угонку допустим так смаз сохраним и попробуем зайти в пайсов хамы уже доступ имеем так попробуем а ротом и создана и понятно ротом хрен с маслом но бог с тобой на на продолжаем разговор на нам и и тисе и заскай 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 дикон так поехали смотрим где здесь конфика с и сходи надо подправить чтоб ротом пускал ты где у меня здесь вот авторизация вот она но это надо комментировать а вместо этой фиге не написать и ес так смотрим что тут еще есть а ну ты надо комментировать чтобы по ключам и со схашем он запускал без вопросов а то как иначе сниматься был то будет работать допустим не как так но все сервис из расходили старт попытка номер два зайти через пути благо у меня машинка уже сохранена так народ ну в другое делать совсем уже можно сказать с машины можно работать так ну теперь собственно говоря я хочу сделать так чтобы она на третьем run level у меня поднималась и на 5 run level не переходила так вот такой вот команда это дело делается и делаю я ребут прямо то через ссх ну а здесь вот через эту консоль посмотрим ну вот его пошла перезагружаться я надеюсь что она сейчас быстрее погрузится на третьем run level но вот это вот у нее вот изначально конечно че-то тормоза страшно мне кажется уже в январе бы всю машину виртуальную загрузил за это время пока я здесь вот непонятно на чем в чем в чем вообще проблема так что реально могу сказать что вот по крайней мере при изначальной загрузке прок смог будет потормознее чем и секса и варим машинка загрузилась быстро в принципе так по загрузке проца я тут тоже то сделал в принципе ну воевали секса и также живет как и этот то есть мало же в этом плане нормально все претензии не заслужил с моей страны так вот она здесь кстати с консоли тоже рутом теперь пускает ну все консоль то мне больше не нужно все вообще я закрою этого морду да вот здесь она нормально так пойду сюда теперь по ссх вот ну и теперь я хочу установить rdp apt install чтобы с графикой можно было все-таки работать на этой машине xrdp легко и непринужденно сейчас xrdp сюда встанет ну бунта она вообще легко встает то есть если там на радхате там на центре там надо репозитарии подтягивать вот она у бунта вот в этом плане вообще без вопроса xrdp стать текст вот все проинсталлировалась выйдем отсюда и зайдем теперь вот подключение к удаленному рабочему столу соответственно 44 5 адрес подключить хоп вводим здесь root вводим здесь пароль и мы получаем нормальный графический интерфейс кстати с нормальным разрешением экрана они вот с этим вот дурным который там на вот морде то есть совершенно спокойно мы здесь получили то что надо во во и дело так мы только марутом нашли поэтому он был к написал первый раз добро пожаловать и не того же так как все готово отлично так теперь мне нужно так вот это на цепь удалять так и мне нужен весь терминал кстати она здесь отзывается значительно шустрее на нажатие так сказать мышки так значит вот здесь нормально вот то что я вот здесь вот они увидел размер шрифта то что у меня за кадром оказалось так делаем 18 так цвета поменяем цвет зелененький я еще то сайт со старых терминалов этот цвет люблю так вот полупрозрачные окна здесь отображаются шикарно так вот вот ну все таким образом уже можно работать с машиной хочешь по через пути хочешь по sdp графическом интерфейсе в общем все машинка проинсталлировалась на этом на сегодня все подписывайтесь на канал продолжение по прокс макс будет вот оставляйте свои комментарии зашло видео не зашло что может быть сделать еще может быть что сделать получше буду рад всем новым подписчикам